Добрый день! Мы продолжаем разговор в рамках лекции по истории христианской Испании с 8 по 13 век, и переходим к следующему эпизоду, а именно к истории Астур-Леонского королевства в последние 3-9-1-3-11 века. Начало этого периода связано с правлением короля Альфонсо III по прозвищу Великий, правившего, как вы видите, с 866 по 910 год. В самом начале своего правления Альфонсо III очень удачно и дальновидно, собственно, женятся на принцессе Химене, дочери короля Наварры, и тем самым устанавливается личная уния, личный союз Памплоны и Авьеда, что позволяет Альфонсо III рассчитывать не только на свои ресурсы, достаточно ограниченные, но и на военную, а главное, экономическую мощь королевства Наварры. Опираясь на ресурсы обоих королевств, Альфонсо III проводит ряд успешных военных кампаний. Это, прежде всего, битвы при Пальворосе и Вальдеморо, затем кампания лета 882 года, и результатом становится резкий прирост территории королевства, то есть реальная граница, реальная южная граница Астур-Леонского королевства начинает проходить где-то в районе реки Дуэро. При этом Альфонсо III, в отличие от своих предшественников, начинает активно заниматься заселенческой политикой, политикой, вот, ре-поблацион, да, при нём, хотя и не им и спорно по его приказу или не по его приказу, историки спорят до сих пор, заселяется Бургос, столица Старой Кастилии, заселяются такие города, как Самора и Торо, а это важнейшие крепости западного Леона, заселяется Каимбра, в современной Португалии город, и уже ближе к концу его правления, в 910 году, совсем незадолго до мятежа сыновей, он переносит столицу в Леон, тем самым утверждая, как бы сказать, да, закрепляя расширение территории королевства и распространение, подтверждая свои претензии распространения власти вот на всю долину Дуэро. Подобное расширение территории неминуемо требовало какого-то идеологического обоснования. Собственно, понятно же, да, здесь цепочка выглядит так, расширяются территории, разумеется, увеличиваются доступные ресурсы, и королевство становится более могущественным, более могущественному королевству нужна внятная идеологическая политика и внятная идеология развития, потому что просто расти, раздуваться в военной мощи, этого мало, надо иметь какой-то вектор развития и заявлять его необходимо. И Альфонсо Третий продолжает и укрепляет политику неоготицизма, идеологию, точнее сказать, неоготицизма, начатую, я напомню его предшественникам Альфонсо Вторым Целомудриным. В данном случае интересно, что помимо правовой программы и строительной программы, то есть тех двух направлений, которые очень активно развивала Альфонсо Второй, Альфонсо Третий подключает к этому еще историографическую программу, и создается целый ряд хроник, либо по его прямому заказу, либо при всяческом поощрении с его стороны, это пророческая хроника, хроника-профетика, это хроника Альфонсо Третьего, хроника Сампиро по имени епископа, написавшего ее, еще ряд других текстов, в которых подробно, ну в меру сил, прописывается вестготское происхождение астуролионских королей, обосновывается право астуролионских королей на ведение вот этой войны против мавров, и больше того прописывается и обосновывается и с правовой, и с религиозной, и с моральной точки зрения право вестготских королей на весь полуостров, подчеркивая тем самым, что они законные хозяева, а стало быть мавры оккупанты. Мы эту линию с вами будем еще неоднократно встречать, когда-то она будет опираться на неоготицизм, как здесь, да, из него будет исходить, на него будет опираться, когда-то вот эта вот готская идеология будет отходить на второй план, но останется неизменным одно, все христианские короли полуострова, которые хоть сколько-нибудь озабочивались своей идеологической политикой, они всегда подтверждали свое право не на свое королевство, это более-менее понятно, но на всю территорию полуострова, на всю территорию еще пока очень устойчиво, занятую маврами. Я чуть-чуть забегу вперед, но мы будем с вами, когда говорить про события 12-го, первой половины 13-го века, прозвучат такие договоры, как договор в Тудельене, договор в Касорле, договор в Альмисере, между Кастильскими и Арагонскими королями, и если первый пункт этих договоров всегда будет касаться отношений между Кастильей, Арагоном и Наварро, и вот об этом я сейчас говорить не буду, то второй пункт каждого из этих трех договоров, вторая половина, всегда будет посвящена одному и тому же разделу территории, внимательно, разделу территории Аль-Андалуса, разделу территории, занятой мусульманами, причем занятой еще настолько прочно, что там даже просвета не будет, не будет еще даже никакой перспективы выбить мавров с этих территорий, но зато идеи раздела вот этих оккупированных территорий между Кастильей и Арагоном будут повторяться всегда. И начало этому, конечно, вот в идеологической политике астуролионских королей. Возвращаясь к Астуре, это конец правления Альфонсо III, это мятеж его сыновей Гарсии, Ордоньо и Фруэллы, мятеж, приведший к отрешению от власти отца, и мятеж, с которого традиционно отчитывается начало Леонского королевства, то есть уже не астурийского, а Леонского. Пожалуйста, внимание на генеалогическую таблицу. Если вы внимательно сейчас на неё посмотрите, то вы увидите, что, собственно говоря, двое из трёх сыновей, Гарсия старший и Фруэлла II, младший, практически не... То есть, ну, Гарсия просто не имел потомство, у Фруэллы II был сын Альфонсо Фруэллос, но, как бы сказать, что отец, что сын, правили ровно по одному году, и ничего серьёзного не совершили. То есть, королевство в итоге консолидируется, вот это разделённое между братьями, королевство, оно консолидируется в руках среднего сына Ардонья II, потомки которого и будут править дальше. У него тоже будет... У него будет, собственно, не то же, а два сына, Альфонсо IV монах, который будет править после отца, и затем Рамира, под именем Рамира II будет править дальше. И здесь обратите внимание, вот уже сейчас, если присмотреться к генеалогической схеме, а точнее к датам правления, то можно увидеть складывающийся в Леонском королевстве алгоритм наследования престола. Сначала престол передаётся от старшего брата к младшему, ну, к среднему, потом к младшему. В случае наличия у старшего брата детей в норме наследует сын старшего брата. Если у него детей нет, или есть сын, но он умирает, как в случае, например, с Ардонью IV злым, вы видите, он будет наследовать не сразу, а после Ардонью III и Сталовой Санчо Жирного, которые придут к власти в обход Ардонью IV. То есть после смерти короля Рамира II должен был наследовать Ардонью, сын Альфонсо IV монаха. Но дети Рамира, Ардонью и Санчо, соответственно, последовательно, да, оттесняют от власти своего двоюродного брата. И сначала правит Ардонью, после его смерти престол переходит к Санчо I Жирному. Ардонью IV свергает Санчо. Через два года, два года правит он, заслужив прозвищу Ардонью злого, да, а затем возвращается Санчо, возвращается он с помощью, получив помощь у арабов, и правит еще шесть лет, до шестьдесят шестого года. После чего уже, как вы видите, правление продолжается по линии детей Рамира II, причем больше того, по линии Ардонью III, то есть старшего сына Рамира II. И это правление пойдет уже вниз до Альфонса V благородного, Бермуду III и до Ньесанчо, его сестры. Об этом через несколько минут поговорим. Сейчас пойдем дальше и посмотрим на то, что преемники Альфонса Великого, собственно, его дети, ну и дети его детей, допустят серьезное ослабление королевской власти, постоянная грязня за власть в отсутствии закона о престолу и наследии и устоявшейся практике, то есть мы сейчас говорили о формирующейся практике престола и наследия, но тем не менее устоявшегося и закрепленного законом порядка не было, да? Постоянная грязня за власть между многочисленными братьями, кузенами и дядями приводит к ослаблению королевской власти и в итоге как раз при Санчо Жирном и Рамира III, Леонское королевство потеряет Кастилию, Кастилия отделится и заявит о своей независимости. Мы об этом будем говорить, это произойдет в правлении графа Фернана Гонсалеса и следующий эпизод нашей лекции будет как раз посвящен Кастилии. Единственный раз удастся развернуть это колесо вспять, да снова укрепить королевскую власть, это удастся сделать Рамира II, который столкнется с в правлении которого, да, королевство столкнется с серьезной военной угрозой с рейдами Абдаррахмана III, о котором мы с вами говорили в прошлой лекции. И будучи вынужден противостоять Абдаррахману III, Рамира II сумеет собрать королевство в своих руках, сумеет консолидировать, знать, пресечь споры о наследовании и единым войском, единым фронтом противостать Абдаррахману. Ему будет сопутствовать удача, я напомню, в 939 году Рамира II разгромит армию мира. В конце 10-го, начале 11-го века королевство Леона попадет в затяжной политический кризис. Собственно, внутри его будут раздирать слабые правители, да, и грязня слабых правителей друг с другом. Знать начнет бунтовать, Кастилия, я уже сказал, отделится, а вместе с тем с двух сторон будут надвигаться довольно серьезные враги. С востока Леонское королевство будет подпирать резко усилившаяся Наварра, где будет править Санчо III Великий, мы о нем поговорим отдельно, чуть позже, а с юга простите, начнутся походы Альмансура и его детей. И в этой вот ситуации престол в итоге и унаследует Альфонсо Пятый Благородный, который придет к власти ребенком, кстати сказать, и самостоятельно он правит начнет только с 1008 года, ему во многом навяжут брак с сестрой Санчо III, но с другой стороны, связав себя этим браком с инфантой Уракой, Альфонсо Пятый получит очень мощного союзника с Востока, и по крайней мере избавиться от этой угрозы. Да, в дальнейшем его действия будут направлены во-первых на укрепление королевской власти в Леоне и это конечно Леонские соборы принятия фуэра Леона так называемого то есть первого сборника небольшого пока еще сборника королевских законов нового вот этого Леонского королевства ограничивающих и оттесняющих во многом на второй план Вестгодскую книгу приговоров то есть вы видите да здесь постепенно вот так вот от эпизода к эпизоду очень медленно но все-таки прорисовывается оформление новой политеи да вот этого нового уже самостоятельного королевства будь то королевство Леона или Кастилии Леона дальше вот появляются свои законы при Альфонсе шестом начнем начнем чеканить свою монету при Альфонсе десятом появится общекоролевские общекоролевское законодательство да появится попытка преодолеть феодальный протикуляризм ну и так далее и так далее и так далее вот так по шагу по шагу причем шаги иногда будут разделены отделены друг от друга десятилетиями иногда и столетиями да но постепенно постепенно начнут формироваться вот эти вот самостоятельное королевство живущее уже не тенью вестготов не отблеском былой славы а чем-то своим и с другой стороны да не постоянным грабежом южного соседа а чем-то повторюсь своей какой-то жизнью да самодостаточной очень во многом военная карьера Альфонса Пятого будет довольно успешно но увы неожиданно и очень рано оборвется в 1028 году он осадит город Визео это современная Португалия и при осаде Визео случайно трагично да погибнет он будет убит стрелой случайной стрелой опущенной со стены города его сменит его сын Бермуда Третий но тут уже все одно к одному знаете Бермуда Третий придет к власти но на следующий год в результате убийства погибнет собственно будет убит последний граф независимой Кастильи Гарсия Санчес женатый вот сюрприз на сестре Санчо Третьего Наваргского Наварра получит контроль над Кастильей немедленно и Санчо Третий заявит претензии на Леон по праву вдовствующей королевы его сестры королевы Урраки она перед вами на слайде соответственно Бермуда Третий попытается оспорить претензии своего стало быть дяди в бою с ним в битве с ним он потеряет Леон будет вынужден отступить на север в Астурию до смерти Санчо Великого до 1035 года Леон останется в орбите Наварры а когда Бермуда Третий узнав о том что Санчо умер соберет войска и попробует отбить Леон он столкнется он поначалу вернет Леон но затем столкнется в 1037 году в битве при Тамароне со своим двоюродным братом к тому же женатым на его родной сестре Дуньи Санчо с Фернандо первым сыном Санчо Третьего Великого столкнется и в этом столкновении в этой битве при Тамароне Бермуда Третий будет убит Королевство Кастильи и Леона будет объединено в руках Фернандо первого с этого момента начнется новый этап истории уже Леона Кастильского а дальше Кастильско-Леонского королевства о котором мы поговорим но позже теперь давайте несколько слов про общество и экономику этого периода во первых королевская власть королевская власть закрепляется выборная да то есть короли Астурии и Леона всегда выбирались и несмотря на то что к середине десятого века закрепляется алгоритм наследования да то есть от кого к кому как правило передается трон это фиксируется по приходу к власти малолетних королей да то есть когда избирают совсем малолеток но несмотря на закрепление вот этого алгоритма наследования королей все равно продолжат избирать короли останутся и довольно на долгое время они будут зависимы от знати в этом плане обязаны им избранием классического феодализма феодализма классического образца такого франкского на северо-западной территории Пиридемийского полуострова не будет довольно долго собственно контактов с франками не будет да в отличие от северо-востока полуострова о котором мы будем говорить испытывавшего такое серьезное франкское влияние а иногда и прямое давление в данном случае контактов с франками не будет практически совсем довольно длительное время ну где-то до 11 века и поэтому феодализм такой классической модели просто неоткуда взяться не сложится он там окружение короля так называемой фиделис регис верные верные королю люди будут связаны с ним клятвами личной верности это будет вот первый круг верных это магнаты которых называли потентиорес ну то есть могущественные да или вот собственно магнати великие большие важные люди второе крылознати это прелаты то есть епископы королевства о церкви и о ее роли в Астур-Леонском королевстве поговорим чуть позже отдельно здесь важно понимать что духовное знать по модели поведения по состоятельности по влиянию своему ничуть не уступало светской а иногда и превосходило ее наконец следующий круг да круг идущий круг тех кто приносил клятву верности не королю а вот магнатам это уже собственно рыцари которые по-кастильски звали милитес рыцарство милиция да рыцари милитес или позже их будут называть инфансоны уже на кастильском наречии не богатые люди но могущее себе позволить боевого коня и какой-никакой на доспех еще ниже свободные общинники вот помните мы говорили с вами про алгоритм заселения который называется прессура захват вот собственно свободные общинники им обычно и занимались свободные общинники как правило воевали они в пешем строю но это все равно воины не рыцари но воины они основывали как правило новые города да то есть это не просто деревенские поселения это укрепленное поселение виллы получавшие статус городов со временем внутри городов такие общинники назывались весино сосед дословно весино это член соседской общины соседской городской общины многие из относительно многие из вот таких вот горожан со временем позволяли себе достаток поднимался они позволяли себе приобретение тоже боевого коня они бились в конном строю и хотя они не имели официального статуса рыцарей но их собственно называли кабайерус урбанос если на Кастильском то есть городское рыцарство вот этот феномен городского рыцарства он свойственен ну прежде всего Кастильи это я забегаю немножко вперед но и Астур-Леонскому королевству в том числе вот на востоке его практически не было да в Каталонии рабство есть но в отличие опять-таки от востока от северо-востока полуостров практически не не использовалось крайне редко и в основном патриархальная модель рабства когда в рабство попадали те кто был взят в результате военного набега теперь к администрации и к финансам значит сначала к администрации да на местах администрации осуществляли графы комиты да я напомню что слово комес указывает на то что этот человек это личный спутник короля то есть человек из его свиты как правило связанный с ним той самой неформальной клятвой верности о которой я уже успел сказать вот комиты графы обладали административными полномочиями то есть созыв войска на подвластной территории осуществление суда от имени короля сбор податей разумеется в том объеме в котором он уже проводился ниже соответственно такие графства делились на административные округа то что потом будет называться словом альфос вот в административных округах власть короля представляли мерино это латинское слово майоринус ну старшенький такой меньшой старшина да вот это человек короля который занимался первой инстанцией судопроизводства то есть простые дела разбирал мерино и он же контролировал сбор податей ему в свою очередь подчинялись люди в ранге сайонов еще германский институт сагионес да сайоны эти ну больше всего они были похожи вот в нашем исполнении на судебных приставов то есть да это созыв войска вот единственное что выходит за пределы да это функции глашатэв функции взимания недоимок сопровождение в суд вызванных в суд осуществление наказания и контроль за этим осуществлением то есть они не палачи но они контролируют чтобы наказание было исполнено ну и так далее и так далее и так далее чаще всего вот на этих позициях на позициях сайонов а иногда даже мерино могли использоваться и полусвободные люди а иногда и просто рабы но рабы короля вот это важно то есть не свободные люди да всецелозависимые от короны ну как бы причина ну вот понятно же да раб в этом плане он с меньшей степенью вероятности предаст вот хозяйство в основном натуральное и практически отсутствует торговля в этот период пока еще с выходом на просторы Эстремадуры начинается где-то стало быть с Альфонса Третьего как раз и начинается развитие отгонного скотоводства прежде всего овцы а местные то есть в каждой конкретной общине разумеется выращиваются прежде всего свиньи такой вот традиционный набор скота для Астура-Леонского хозяйства это свиньи в домашнем хозяйстве овцы в отгонном скотоводстве с них шерсть идет прежде всего коровы в меньшей степени и их меньше собственно говоря опять-таки при расширении на регионы Страмадура при расширении до долины реки Дуэро расширяется ассортимент сельского хозяйства помимо традиционного овса пшеницы и яблок начинают выращивать и коноплю и лен и ячмень и яблок и инжир виноват и виноград причем виноград в большом объеме виноделие расцветает пышным цветом в этот период при этом торговля что парадоксально развито мало в основном бартер и собственно говоря и овьеда и леон и памплона и другие центры в этот момент это центры военные управленческие но не торговые рынки в основном частные локальные больших ярмарок не проводятся торговые пути не установлены все это очень небезопасно что касается податей и сборов какие-то податей и сборы есть но все это пока еще в очень зачаточном состоянии экономика только-только начинает отстраиваться и это происходит в основном в правлении Краснольфонса Третьего когда вот тактики ежегодных набегов переходят к тактике строительства что-то своего но при этом пока еще отсутствует различия между королевской казной то есть фиском и публичной корона получает доходы в основном от сдачи в аренду в пользование во владение своих земель это вот собственно рент атрибут ценз да вот это все плюс постепенно выстраивается ряд податей традиционно взимаемых в пользу короны здесь приведены их уже более поздние названия не латинские а костильские монтасго пошлина за право выпаса скота на гордых склон на гордых пастбищах эрбазго выпас на лугах и по костровы портазго прогон скота через городские ворота солина податей с соляных промыслов фонсадера анубда фонсадера откуп от военной службы анубда откуп от участия в обороне города это подати за то чтобы не ходить в походы и не оборонять города платили с деньгами на эти деньги нанимали людей которые собственно говоря будут это делать ну и повинности связанные с постоем провозом и фасендера это строительство дорог в королевстве соответственно монетная система ну о системе здесь говорить не приходится на самом деле здесь надо просто первым пунктом говорить что своей монеты астуро-леонское королевство не чеканило до конца 11 века своей монеты не было поэтому монета была знаете такая вот многоголусья да вот все что все что в руки попадает а что попадает в руки ну остатки вестготского золота тремиссы солиды все меньше их становится все чаще их выводят из оборота серебряные дирхемы и динарии дирхемы это арабская монета динарии франкская монета наверное единственное влияние франков это вот серебряная монета но и той достаточно мало медной монеты практически нет в этот период и монетное насыщение экономики в принципе очень-очень пока слабое то есть монетного обращения устойчивого еще нет на этой радостной ноте мы оставим пока в покое Астуро-Леонское киролевство и сдвинемся немного на восток вдоль Пиренейского хребта поговорим о Кастилии в 8-11 веках спасибо спасибо Продолжение следует...